Мировой океан занимает 70% поверхности нашей планеты. По существу, Земля – это водная планета. И всё, что происходит в Мировом океане, имеет очень большое значение для нас, жителей Земли. Вот почему так важно изучать океаны. Тем более, что далеко не все тайны морей уже открыты. О новейших исследованиях океанов и морей нам сегодня расскажет Михаил Владимирович Флинт. Добрый день, Николай Николаевич. Здравствуйте, дорогой Михаил. Добрый день, уважаемые телезрители. Михаил Владимирович, многообразие живого мира океана, оно же, по-моему, просто неизмеримо. Конечно. И мы должны помнить две вещи. Биологи, которые занимаются многообразием животного мира океана, часто сравнивают его с сушей. Вот что нам там ждать. И на самом деле, то, что мы именуем жизненным пространством, в океане практически в 100 раз больше, чем на суше. И это во многом определяет и разнообразие жизни в океане. И, конечно, поверхностные слои океана населены очень обильно, но это довольно тонкий слой. А глубины океана населены, может быть, меньше с точки зрения концентрации там жизни. Но с точки зрения биологического разнообразия, которое сейчас нас интересует, они, конечно, часто выше, чем прибрежные или поверхностные зоны океана. Есть очень интересный факт исторический, который показал, насколько присутствие глаза человеческого в глубинах океана позволяет открыть принципиально новые вещи. Вот раньше это было совсем, в общем, недавно, на нашей с вами памяти, примерно 50-60 лет назад. В середине прошлого века. Да, люди считали, что жизнь в океане на глубинах просто невозможна, потому что при давлении выше 6 атмосфер процессы биохимического обмена не могут происходить. И вот только проникновение на глубины Марианской впадины человеческого глаза, а тогда человеческий глаз на таких глубинах представлял обычный фотоаппарат, специальным образом устроенный, показало, что на этих циклопических глубинах есть следы пребывания животных. Одно из поразительных совершенно открытий, которое принесла новая техника исследования глубины океана, это открытие гигантских простейших, в котором наши с вами соотечественники приняли самое активное участие. И мы... Гигантские простейшие. Гигантские простейшие. Сочетание двух слов уже кажется каким-то чудом. Да, вот помните, в школе у нас были на уроках естествознания, нам под микроскопом показывали амеб размером несколько миллиметров в диаметре. И вот мы привыкли думать всегда, что простейшие это такие организмы, ну вот миллиметра, два, три, ну пять. А оказалось, что глубины океана населены простейшими, размеры которых достигает кулачка ребенка, трех-пяти сантиметров в диаметре. И эти простейшие составляют очень существенную долю фауны, которая живет на дне океана. Их очень трудно исследовать, потому что когда их поднимают традиционными орудиями лова, вы понимаете, у них просто ничего не остается. Большинство открытий, связанных с описанием этих новых тысячи двухсот видов, о которых я говорил в последние годы, это, конечно, применение новой техники, это получение великолепного качества цифровых фотографий, которые позволили нам уже реально превратить вот эти комочки-стутни, которые мы видели в традиционных траллах и сетках, и увидеть настоящий облик животного, который присутствует за этим. И сразу из этого облика мы понимаем, как оно живет и какова его биология. Ну и вот второй вопрос у меня, конечно, о состоянии экосистемы морей и океанов в связи с воздействием человека, не с научными исследованиями, а с хозяйственной деятельностью. Вот мы, когда приезжаем на берег Черного моря и смотрим на этот удивительно красивый бассейн, огромное большинство людей даже не имеет представления, что жизнь в Черном море, она активно протекает только в верхних 150 метрах. На самом деле это вроде огромный-огромный такой лужи соленый. Мелководный. Да, мелководный. А раз он так мелководен, то он и чувствительен ко всяким воздействиям человека. И одно из серьезнейших воздействий, которые Черное море испытало в последние 30 лет, это воздействие видов вселенцев. Вообще это очень интересная история, потому что началась она в 1947 году, когда с Дальнего Востока в Черное море было переброшено подразделение торпедных катеров. И вместе с этими торпедными катерами были переброшены личинки моллюска рапана, которые мы-то с вами знаем вообще как жители постоянного Черного моря. Да, мы их покупали покрытые лаком на берегу. А на самом деле это вреднейшее животное, это хищник, которое в Черном море не существовало до 1947 года. Как всегда в таких явлениях бывает некий латентный период, скрытый. И в течение 3-4 лет никто этого рапана почти не видел. Но тем не менее она интенсивно развелась и в начале 50-х годов были уничтожены все устричные банки. Все. Очень многих людей интересовал вопрос, связанный с Гольфстримом. И я его коротко затрону, и вот появилось в прессе соображение о том, что вообще Гольфстрим чуть не назад поворачивает. Так вот я должен успокоить всех, что этого просто не может быть. И есть маленькие природные флуктуации у Гольфстрима, очень небольшие. Но Гольфстрим часть гигантской общей океанической циркуляции. И говоря о том, что Гольфстрим остановился, по сути мы должны утверждать, что вообще вся мировая циркуляция в Миру Маке – это глобальный процесс, это глобальная смерть Мирового океана. А такого, к счастью, еще нет. Спасибо. Оптимистичные ваши выводы. Я благодарю вас за это. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Продолжение следует...